В спортивном центре Московского музея воды состоялось закрытие учебно-тренировочного сезона знаменитой центральной школы карате под руководством Алексея Борисовича Штурмина. На этой тренировке собрались ученики Алексея Штурмина, прозанимавшиеся карате более 35 лет. Не так давно в спортивном центре Московского музея воды состоялось одно знаменательное событие. Ученики центральной школы карате СССР под руководством Алексея Борисовича Штурмина собрались вместе не для того, чтобы в очередной раз повздыхать, дескать, да, были времена, не для того, чтобы полистать пожелтевшие фотографии, а для того, чтобы тренироваться. Без скидок на возраст, на травмы и состояние здоровья. Думали ли они тогда, три десятка лет назад, что это экзотическое японское единоборство, которое так захватило их в те годы, станет делом всей жизни, и что спустя десятки лет они будут надевать старые пропотевшие кимоно и выходить в додзю для тренировок. Следует отметить, что жара на улице в этот день была под 30 градусов и в зале было по-настоящему жарко. Ветераны центральной школы, обливаясь потом, отрабатывали базовую технику кихон и кота школы сэне, что в переводе с корейского означает путь жизни. Это название, придуманное Алексеем Штурминым и его учениками еще в конце 60-х годов прошлого века, стало воплощением истинного духа боевого искусства. Более чем 40-летняя история школы на 100% подтверждает правильность выбранного названия. Можно с уверенностью заключить, жив еще сегодня дух старого каратэ, есть порох в пороховницах. Ведь, как говорили древние мастера в боевых искусствах, тысячи дней – начало, 30 тысяч дней – вершина, но за одной вершиной всегда следует другая, еще более высокая и еще более прекрасная. Продолжение следует...